Здравствуйте, в эфире интервью дня. С вами я, Мерген Аюн. На что начисляются страховые взносы? Кто и когда их платит? Почему организации должны позаботиться о своих сотрудниках, а предприниматели еще и о себе? На эту тему мы поговорим с начальником отдела управления Федеральной налоговой службы по Республике Това Сергеем Ивановичем Черепановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, какие виды страховых взносов существуют? Начну с того, что в нашей стране существует несколько видов обязательных страховых взносов, которые администрирует налоговая служба. Это на пенсионное страхование. Из-за этих выплат впоследствии формируется пенсия. На медицинское страхование. Эти платежи позволяют обследоваться и лечиться по полюсу ОМС. И на социальное страхование, чтобы получать деньги по больничным или в связи с материнством. Эти меры призваны обеспечить социальную защиту граждан. И поэтому все граждане нашей страны должны быть официально трудоустроены. Скажите, пожалуйста, кто платит страховые взносы? Страховыми взносами облагаются выплаты в пользу застрахованных лиц, произведенных в рамках трудовых отношений, по гражданско-правовым договорам на выполнение на работу, оказание услуг, также по договорам авторского заказа, например, по договорам издательским каким-либо, лицензионным и так далее. То есть у всех должны быть заключены обязательно трудовые договора. Взносы, они же начисляются, исходя из размера дохода сотрудника. База для расчета, она сама по себе складывается из зарплаты, премий, плюс каких-либо наутбавок, также отпускных. Сама база формируется, исходя из этого. Для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, также предусмотрена единая предельная величина базы для их исчисления. Единая предельная база для их исчисления, она определяется и устанавливается правительством Российской Федерации. Так у нас получается, на 2023 год единая предельная величина базы в отношении каждого физического лица составляла 1 млн 917 тысяч рублей. На 2024 год данная величина составляет 2 млн 225 тысяч рублей. Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, что означает единая предельная величина базы? Это все выплаты, начисленные налогоплательщику. Как только сумма всех доходов достигнет предельной величины, единые страховые взносы будут начисляться по сниженному тарифу. На сегодняшний день у нас получается стандартный тариф при расчете страховых взносов равен 30% достижения этой предельной базы. И 15,1% это сверхбазы. Для малого и среднего предпринимательства применяется пониженный тариф по ставке 30%. Это с выплаты в пределах минимального размера оплат труда. И 15% это свыше минимального размера оплат труда. Эти ставки применяются до достижения лимита базы. После достижения предельной величины базы, эта тарифная ставка, она маленько изменяется. Там уже будет действовать 15,1% с выплат до минимального размера оплат труда. И 15% это свыше минимального размера оплат труда. Также для IT-компаний, некоммерческих организаций, благотворительных организаций применяется пониженный тариф равен 7,6%. У нас в республике IT-компаний три организации, которые применяют данный тариф. Некоммерческая организация одна и благотворительная организация тоже одна. Как оплачивают страховые взносы индивидуальные предприниматели? Индивидуальные предприниматели, безработники, адвокаты и нотариусы уплачивают в обязательном порядке только взносы на пенсионное страхование и медицинское страхование в фиксированном размере. На 2023 год у нас фиксированный размер страховых взносов составлял 45 842 рубля. На 2024 год эта ставка изменилась и составляет 49 500 рублей. Страховые взносы индивидуальные предприниматели обязательно должны платить даже при нулевом доходе. Есть категории индивидуальных предпринимателей, не работающих. Это самое главное условие, которые могут освобождаться от уплаты фиксированных платежей. Это следующие категории лиц. Первое – это те индивидуальные предприниматели, которые проходят военную службу по призыву или контракту. Также индивидуальные предприниматели, которые ухаживают за ребенком до полутора лет. Также индивидуальные предприниматели ухаживают за человеком с инвалидностью первой группы, за ребенком с инвалидностью. Ухаживают за человеком свыше 80 лет. И для того, чтобы индивидуальным предпринимателям воспользоваться данной льготой, им нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и подтверждением документов об отсутствии введения индивидуальной деятельности. Спасибо. А вот еще такой интересный вопрос. Когда и куда платят страховые взносы? Налоговым кодексом определены четкие сроки уплаты страховых взносов. Страховые взносы за себя и за работников с 1 января 2023 года можно уплатить единым налоговым платежом. Срок их уплаты не позднее 28 числа месяца, следующее за месяцем, за которым они начислены. Страховые взносы можно также уплатить досрочно, при этом просто пополнить свой единый налоговый счет. И при подаче расчета или уведомления, при наступлении срока уплаты, налоговый орган автоматически распределит данные денежные средства, которые будут находиться на едином налоговом счете, на определенные налоги. Это касается и страховых взносов, и других налогов по сроку уплаты. Как и когда отчитываться по уплате налоговых взносов? По страховым взносам работодатели должны ежемесячно представлять... У нас такое тоже ношество появилось 1 января 2023 года. Раньше отчетность по страховым взносам предоставляли только ежеквартально. Сейчас появился такой документ, один из важных документов, это уведомление, которое предоставляется в налоговый орган ежемесячно. Соответственно, и по страховым взносам работодатели должны ежемесячно предоставлять уведомления о бесчисленных суммах страховых взносов. Уведомление подается не позднее 25 числа, а страховые взносы уплачиваются не позднее 28 числа. Так, например, за период с 1 января 2024 года по 31 января 2024 года уведомления о бесчисленных суммах страховых взносов работодатели должны подать налоговый орган не позднее 25 февраля 2024 года, а уплатить сам налог не позднее 28 февраля 2024 года. Также ежеквартально работодатели должны предоставлять расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2024 года не позднее 25 апреля, за полугодие 2024 года не позднее 25 июля, за 9 месяцев 2024 года не позднее 25 октября. И годовой расчет за 2024 год будет предоставляться работодателям не позднее 25 января 2025 года. Главы у нас христианских, фермерских хозяйств предоставляют расчеты по страховым взносам 1 раз в год и не позднее 25 января. То есть, например, за 2023 год главы должны предоставить расчет по страховым взносам до 25 января 2024 года. Индивидуальные предприниматели, нотариусы отчет по страховым взносам не предоставляют, но у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, то есть они ежегодно платят фиксированные страховые взносы. Согласно пункту 2 ст. 432 НК РФ, индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы должны уплатить страховые взносы в фиксированном размере не позднее 31 декабря текущего года. То есть, получается, за 2023 год индивидуальные предприниматели за себя должны были оплатить до 31 декабря 2023 года все фиксированные начисления. На сегодняшний день период сдачи годовых расчетов по страховым взносам за 2023 год. Всем плательщикам, которые выплачивали доходы физическим лицам в 2023 году, необходимо во избежание штрафных санкций не позднее 25 января 2024 года представить расчеты по страховым взносам за 2023 год. Сергей Иванович, спасибо большое, что ответили на все наши вопросы. Спасибо за уделенное время. До свидания. До свидания. Это был интервью дня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»